Они лечат и спасают жизни. Лучшего из лучших среди будущих медбратьев и сестер определили в Саровском медколледже в рамках традиционного конкурса профессионального мастерства. Он прошел несколько этапов. На первом участники должны были рассказать о себе, представив визитку. Во втором – ответить на теоретические вопросы в области терапии, хирургии, педиатрии и инфекции в формате своей игры. В этом году у нас очень компетентные участники. Мы горды тем, что мы подготовили таких выпускников. Это специалисты в области сестринского дела, будущие медицинские сестры, которые, я думаю, что, несмотря на то, что они сказали, что они хотят быть врачами, все-таки мы хотим, чтобы они пришли в практическое здравоохранение и стали хорошими медицинскими сестрами, чтобы наши знания, которые преподаватели передавали нашим студентам, не пропали даром, и чтобы клинической больнице 50 в первую очередь и вообще ФМБА России пополнились новыми кадрами, такими профессионалами, которые сегодня продемонстрировали блестящие знания, я считаю. По словам директора медколледжа, обучение в учреждении всегда было практикоориентированным. Оно тесно сотрудничает с Саровской клинической больницей и Приволжским медицинским центром. В состав жюри конкурса вошли главные медсестры МСЧ номер один и номер три. Мы сами заканчивали наш колледж, раньше называлось медицинское училище. Суть от этого не поменялась. Выходят замечательные, совершенно подготовленные студенты, хороший состав педагогов, которые их учат. Внимают эти студенты, мы их на практике у себя. Пытаемся всячески привлечь к работе в клинической больнице. Почему? Потому что со средним медицинским персоналом у нас сейчас достаточно тяжело. Не очень охотно почему-то идут в эту профессию, но мы всегда ждем и рады вливанию новых кадров. На третьем этапе конкурса участники должны были за 90 секунд рассортировать препараты по фармакологическим группам. На финальном испытании сестринская деятельность преподаватели разыграли для студентов ситуационные задачи, в которых им нужно было грамотно оказать помощь импровизированному пациенту. Дарья Швецова конкурс уготовилась параллельно со сдачей последней сессии, поэтому знания были еще свежие. Девушка с детства мечтала быть медиком, так игра в доктора с игрушками переросла в любовь к профессии. Благодаря нашим учителям, которые дали большое количество знаний, такой отличный бэкграунд, благодаря нашим отделениям клинической больницы номер 50, которые дали такую практическую базу, я поняла, что медицина это мое, что мне нравится помогать людям. По итогам конкурса «Своей профессией горжусь» лучшей стала Дарья Швецова. Второе место у Анастасии Моисеевой, третье – у Светланы Платоновой. Победительница получает приятный бонус в виде освобождения от сдачи госэкзамена и защиты дипломного проекта. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.